Прошу почтить минуты молчания память павших в Великой Отечественной войне. Еще в контексте дня и к его вечернему матчу Германии-Чили, депутаты изменили закон о тишине в ночное время. В вопросе громкости для участников культурно-массовых мероприятий сделаны исключения. У нас, да, в 22, вы знаете, законопрописан, поэтому мы эти границы, так скажем, расшиваем. Это никак не влечет никакой канонады, это просто люди добрались домой спокойно. Еще с подачи Леонова депутаты увеличили господдержку молодых семей, которые хотят приобрести жилье. Законопроект предполагает дифференцированный и адресный расчет предоставляемой рассрочки, который может быть до 60% нормативной стоимости жилья. Вообще вопросы денег сегодня заняли весомую долю работы парламента. В связи с ростом ожидаемых доходов бюджет республики 2017 года увеличен почти на 44 миллиарда рублей. Деньги пойдут на соцпрограммы и в особенности на переселение из аварийного жилья. Голова Минфина отчитался, и каким в итоге получился бюджет минувшего года. Казна оказалась дефицитом в почти 2 миллиарда. Я считаю, здесь проблем никаких нет. Все те расходы, которые были запланированы в полном объеме, профинансированы. За такие показатели Ментимир Шамиев предложил всем поблагодарить Радика Гальзатулина. За столь успешную работу, терпение и выдержку. Руководитель счетной палаты республики также подтвердил, что в целом все в порядке. Основные программы выполнены на отлично. Но я предлагаю, если вы поддержите, пусть репку чешут те, кто не выполнял эти программы. Поэтому в рабочем порядке пусть как бы отчитаются. У парламентариев претензии возникли к татарстанскому фонду ОМС. У него с прошлого года остались неиспользованными сотни миллионов рублей. И при этом от людей приходят жалобы. На самом деле, у вас есть ли такое право остатки средств не возвращать, не переводить на следующий год, а решать текущие проблемы? Четко. Раз-два. Это не мне, им надо говорить. Если говорить об очередности, то мы предлагаем все-таки ввести в той же автормологии электронную очередь. Неосвоенные деньги выделены на страховые деньги, а очередность растет. А эти деньги переходят на следующий год как неосвоенные. Часть денег. Ненормальное это явление. И сегодня парламентарии законодательно наделили местные власти правом заведовать муниципальными вытрезвителями. Всего на 29-й сессии были рассмотрены более 40 вопросов. Дмитрий Оригин, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова